Приятно представить вам Григория Бакунова, который у нас является директором по распространению технологий в Ядексе. И сегодня он будет рассказывать замечательную лекцию, замечательную тему. Я для себя ее назвал «Про интернет». Про интернет. Смотрите. Да. Про интернет. Да. Ну и как бы без дальнейших задержек. Прошу Григория. Да. Значит, смотрите, я совершенно не понимаю… Ну, обычно лекторы говорят, я не понимаю аудиторию. В смысле, я не понимаю, кто из вас что понимает, поэтому сейчас мы какое-то время потратим на то, чтобы осознать уровень вашей подготовки в разных областях. Ну, это не в смысле в формате теста, нет, не подумайте. Дело в том, что то, о чем я обычно рассказываю, требует некоторого представления о том, как работает компьютер. Это не просто на уровне там вот кнопочки нажимать, да, а на уровне чуть более сложного. На уровне, я не знаю, того, как работают распределенные вычисления, или на уровне того, как работают системы машинного обучения. На самом деле, специально для таких случаев, когда я понимаю, что я приду в место, где большая часть людей, может быть не большая, но большая часть людей, они очень понимают, у меня есть действительно небольшая лекция, которая на пальцах буквально объясняет, как это все работает. Это все очень страшные слова, на самом деле, они все работают очень просто. Признайтесь честно, кто из вас термин машинное обучение слышит в первый раз? О, все знают, да? Супер. Нет, слышали. Окей, хорошо, значит, смотрите, сейчас тогда у нас будет вводная часть, вы только слышали, сейчас у нас будет короткая вводная часть. Я расскажу про три совершенно базовые вещи, которые, честно, давайте, вот как на духу. На самом деле, это кусок лекции, которую я читаю в качестве базы для старших школьников. Это значит, что, в принципе, ее в состоянии понять все, кто закончил школу, даже некоторые, кто не закончил. Ну, то есть, я проверял, она как бы понятная вроде бы. Сейчас, одну секундочку, я ее... Сейчас вы узнали. Да, значит, зачем вообще я все это рассказываю? Краткое вспоминание. Дело в том, что современный интернет, он на самом деле, по сути, 30-летней давности. То, что мы с вами привыкли видеть под названием интернет, это такая штука, которая появилась 30 лет назад, и глобально ничем от системы простых страничек и способа пересылки сообщений ничем не отличается, и эти 30 лет как будто прошли в пустую. На самом деле, нет. На самом деле, современные компьютерные технологии наконец-то смогли реализовать ту математическую базу и те математические системы, и, собственно, ту математическую подготовку, которая была подготовлена за прошедшие 30 лет. По сути, 30 лет мы сидели и ждали, пока современные компьютеры дадут нам возможность пользоваться той математической базой и теми интересными методами, которые были подготовлены за все это время. И кажется, что время вот этого наступает прямо сейчас, причем последние несколько лет прямо бешенными совершенно темпами. Я вам сейчас расскажу про три совершенно базовых, ключевых вещи, на базе которых очень легко понимать, как работают современные вот эти компьютеры. Самая базовая вещь, с которой легче всего начинать, называется распределенное вычисление. Каждый раз, когда я рассказываю про распределенное вычисление, я всегда начинаю... Работает кликер? Не работает кликер, буду работать проделать. Начинаю рассказывать с одного и того же человека. Кажется, это... Я не очень помню, по-моему, это портрет, если не портретный долг того, как он написал «Война и мир», но это не очень важно в данном случае. Почему проще всего говорить о статистических вычислениях на основе «Жива толстого» и «Жива толстого» и «Война и мир»? Потому что она очень толстая. И когда ты начинаешь давать, ну, просто живому человеку вполне конкретные задачи, возникает проблема. Вот хороший список задач. Да? В принципе, он очень простой. Обычно в этот момент для школьников устанавливаюсь и говорю одно и то же. В принципе, современный компьютер работает, в принципе, примерно так же, как человек. Ну, когда речь идет о банальных вычислениях, в принципе, глобальнее ничем от человека не отвечает, только чуть быстрее. И вот представьте себе, что у вас, конкретно у вас, есть вполне понятная, очень простая задача. Сколько раз в произведении «Война и мир» содержится буква «Я». Вот прямо буква «Я». Сколько, не сколько содержится. Еще вторая задачка. А просто, просто буква «Я». Не «Я» как личное нестремление, а «Я» просто как буква. Ну и отдельная, третья, она намного более сложная задача, на самом деле, составить каталог всех имен, которые упомянуты в книге. Вот, например, внимание, вопрос. Сколько времени у одного человека займет выполнение каждой из этих задач? Ну, я не знаю. Я когда пытался себе представить, я первые 40 страниц прошел, по-моему, что-то примерно за час. Просто составляю вот эти списки и правильно выполняю все эти задачи. Это, на самом деле, нереально сложная задача. 40 страниц за час. Ну, наверное, вы читаете быстрее и, наверное, сможете сделать это быстрее. С компьютером, на самом деле, та же самая беда. В смысле, конечно, он это сделает быстрее, чем за час, мягко говоря. И у него это займет наносекунды. Но, в принципе, книг-то таких много. И такие задачи, они, в принципе, общие. Теперь у него не вопрос. Как сделать так, чтобы это можно было сделать быстро? Любой человек, в принципе, он всегда приходит к этому же решению. Надо как-то поделить на всех. В принципе, у вас тут много. Как правильно поделить задачу на всех, так, чтобы решить задачу номер один? Давайте, скажите честно, кто знает. Выдать по тому. Ну, или по части. То есть, в такой-то, по такой-то странице. Ты с такой-то, по такой-то странице. Ты с такой-то, по такой-то странице. Конечно. Решение совершенно банальное. Так вот, на самом деле, все системы современных декабрированных вычислений работают именно так. Для того, чтобы ускорить выполнение любой работы, работа делится на куски, условно, говоря, на части. Выдается каждому вычислителю, собираются результаты обратно. Мы получаем результат. Практически, в случае, это выглядит так. Действительно, мы рвем тон, рвем несчастные три тома «Война и мира» на сколько здесь людей? В общем, на много людей. И каждому даем задачу. Посчитаем, я тоже знаю, сколько там букв я и сколько букв я заглавлю. Соответственно, в отличие нести имени. И эти две задачи решаются довольно просто. Есть третья. Составить потолок всех имен. Я ее не просто так, в принципе, говорю. Она немножко отличается от предыдущих. Потому что, если в предыдущем случае задача была очень простая, ведь как, мы собираем вот эти две цифры с каждого человека, а потом просто суммируем. В третьем случае, просто суммированием никто не обойтись не получится. Здесь необходимо, к сожалению, ну, некоторым образом, собрать с вас всех, условно говоря, ваш полученный короткий каталог, сравнить, вычеркнуть повторяющийся, собрать один общий каталог. И это, на самом деле, тоже процесс. И он тоже медленный. Можно ли здесь что-то сделать? По первым буквам как? По первым буквам. А по первым буквам как? В смысле, первополвенного форита все скидывают к оттенному числителю, который вычеркивает там, а второполвенного... Ну, это же потребует очень много работы, когда придется все равно сначала вести, заканчиваться. Но, в принципе, конечно, вы по большому счету правы. Значит, вот этот последний пункт, который называется «Арегировать результат», он на самом деле, сейчас я вам сначала покажу порядки, а потом покажу, как решается последняя задача. Цифры реальные, в смысле, я их реальные посчитал, не глазами, правда, слава богу. Но, тем не менее, это вполне реальные цифры. А считается оно, я очень люблю, да. Считается оно вот примерно вот так. Это такая, знаете, треолийная схема. На самом деле, это выглядит так. Я раздаю, скажем, все эти листки, и дальше говорю, значит, так, в первом ряду старше ты. Пожалуйста, составь обобщенный список. Во втором ряду старше вы. Составьте, пожалуйста, список. И так до тех пор, пока я, собственно, не раздам все задания. После этого, я как главный, мне остается собрать и почистив все вместе с его всех список. Это значительно проще сейчас собрать список с каждого из вас. А можно еще увеличить дерево, можно сказать, что не только по рядам, например, но и разбить вас подлое или потрое. Эта схема, она на самом деле, не сказать, чтобы сильно убыстряет процессы, тем не менее, работает почти всегда. Благодаря вот таким простым, совершенно очевидным вещам, на самом деле, когда программистам все рассказываешь, программисты говорят, ну да, это паттерн, который называется мой предъюз. на самом деле, ничего страшного, ничего сложного здесь нет. Все эти распределённые вычисления, они как бы совершенно базовые, совершенно банальные. Да, я в виду, школьники здесь очень радуются. Выяснилось, что современные школьники не знают, чья это картина и что она неизбежна. Но, тем не менее. Вот так выглядят современные вычислительные пастера, но на самом деле не современные, а в 20-летней датности. Благодаря тому, что, например, у Яндекса таких отдельно стоящих машинок, они на самом деле немножко другие, но тем не менее, их порядка сотни тысяч. И понятно, что разделить на них всех задачу в общем довольно легко. И посчитать результат можно с огромной скоростью. Есть задачи, которые довольно сложно решаемы с этой точки зрения. Например, классическая задача, которая сразу же не укладывается в человека в голове, это как собственно перемножить две матрицы. она на самом деле тоже простая. Может оставить себя в качестве домашнего задания, если вам это интересно. Огромная совершенно область современных человеческих, даже давайте по-другому скажу. Очень много современных человеческих задач решается с помощью современного машинного обучения. почти любые данные обрабатываются с их помощью. Сейчас я попытаюсь вам объяснить, как работает современное машинное обучение в самом базовом совершенно его понимании, просто чтобы вы понимали, о чем это речь. На самом деле, как выяснилось, это такое знание, которым не обладает большая часть современных технических специалистов. вещь совершенно элементарная. Так вот, что такое машинное обучение само по себе? Это в нашем случае, в том случае, о котором я говорил, это набор алгоритмов, позволяющий принимать решения, некоторые решения автоматические, базируясь на предыдущем опыте, на так называемом процессе обучения. Как это обычно выглядит? Сейчас я вам покажу инклюитивный пример. Представьте себе, что у нас есть вот такая табличка. И каждый раз, когда... Господи, и сейчас я вам буду рисовать здесь некоторые, знаете, солнышки и тучки. Вот, если представьте себе, что вот так вот такое у нас солнышко, вот так вот тучка, вот так вот еще солнышко, вот так вот еще тучка. Теперь, внимание, вопрос. А в том углу, который А2, что будет? Солнце. А человеку очевидно, да, правда? На самом деле, чисто алгоритмически это все не так просто, как кажется, потому что... То есть, человеку-то очевидно просто показалось, да, вот такую линию провел, разделил все и понял результат. Интуитивно все понятно. Собственно, есть набор алгоритмов, которые позволяют принимать такие же решения. Давайте чуть более сложный пример посмотрим. Представьте себе, что это не некоторая сетка, а это вполне себе совершенно нормальное такое общее некоторое пространство. Оно двумерное и, ну, прям совсем простое. Я обычно говорю, ну, не знаю, можно на простом двумерном порядке построить интересный эксперимент, например. Например, отложить по скажем, по оси Х отложить возраст человека, а по оси Х ваше личное, ну, допустим, или давайте, мое отношение к этому человеку. И если мне этот человек нравится, я там рисую солнышко, а если мне не нравится, рисую тучку. Например, так. Вы не поверите, когда мы со школьниками ставили этот эксперимент и реально вот там, там, правда, было немножко по-другому. Мы ставили по оси Х рост, по оси Х количество пропусков в году. И нравится или не нравится тебе человек. У всех эти графики, естественно, были у всех эти, собственно, данные были разные в конечном результате. Но приходит новый человек в класс и важно решить для себя вопрос. Он тебе заранее как нравится или не очень. Понравится ли он тебе в будущем? Давайте построим некоторые прогнозы. Вот он там вот появился, видите, вот его данные. Мы знаем его результаты его предыдущих прогулов, как я говорю, в случае с школьниками. И я знаю, собственно, его рост. Ничего больше не идет, не нужно, по большому счету. В принципе, сделать вывод можно легко, человек делает это легко. Точно так же, как я показывал в предыдущем фильме. Прокоится совершенно банальная такая термина гиперплоскости, я бы и все тоже не знаком. Смотрите, это очень простая штука. На самом деле, сейчас запоминайте это слово, им очень легко можно присутствовать перед тем угодно. Не стоит думать, что знаком. Да? Кому не знаком термин гиперплоскости? Окей, кому знаком термин гиперплоскости? Я не знаком, например, а что такое гиперплоскости? Есть нить, пожалуйста? Блин. Знаете, я понимаю, у меня проблема в том, что люди, которые выросли на интернете, ну, то есть, пусть, которые там уже в интернете, они любой такой вопрос воспринимают как своего рода троллинг. Поэтому я сейчас, конечно, отвечу, но просто я немножко неадекватно реагирую, простите. Так вот, в данном конкретном случае гиперплоскость это плоскость с размерностью на единицу меньшей, чем плоскость, на которой мы 상을 рисуем в данный момент. То есть, в двумерном двумерном пространстве гиперплоскость это плоскость с размером минус 1 и минус 1, то есть, единица от 2. Двумерное пространство минус 1 получили единицу получили плюс 1. Это, на самом деле, не очень важно в данном конкретном случае. Почему здесь складываются еще grounds гиперплоскости? На самом деле, строго потому, что это у нас здесь всего две размерности. Вообще-то в типичной жизни для типичных задач этих размерностей куда больше. Легко можно себе представить точно такое же объемное расположение чего угодно, скажем, добавив еще одну, не знаю, еще одну размерность, скажем, внешняя привлекательность или скажем, среднеуспевательность. Так вот, в этой схеме на самом деле все совершенно банально, кроме того, что не очень понятно как быть с объектами, которые находятся очень близко к гиперплоскости, которые разделяют эти две области. Поэтому в типичном случае происходит понятное расширение. В предыдущем шаге нужно просто честно сказать, что когда строится эта гиперплоскость, она строится так, чтобы быть максимально удаленной от каждой точки противоположной области. Если непонятно, говорите сразу. Я просто очень боюсь, что вам будет непонятно, поэтому останавливаюсь. Так вот, понятно, совершенно понятно, как компьютер в такой ситуации принимает это решение. Когда ты разжевываешь вот таким образом, в принципе, все элементарно и для людей, и для компьютеров. Бывают, правда, вот такие ситуации, когда, казалось бы, мы выделили эту серую зону, а, собственно, новый пришедший человек оказался именно в ней. Да, здесь бывают сложности, и внутри этой серой зоны действует некоторая вероятность. То есть, сейчас, глядя на то, что этот знак вопроса ближе всего, наверное, сейчас находится к тучке, которая вот самая нижняя, можно предположить, что вероятнее всего он, скорее всего, относится к той области, которая в зеленом покажет. Но это чисто вероятностная история. Да, ну, понятно, что бывают ситуации, когда все это перемешивается, и понятно, что можно строить совершенно разные модели. Последний пример современных таких решений, на базе которых все это всегда рассказывается, это история про машинный перевод. Почему я про него всегда говорю? Потому что это такая область, в которой уже нет чисто каких-то математических вещей, да, здесь всегда смешана математика, немножко лингвистика, немножко всякие другие статистические методы. Всегда, когда я рассказываю про машинный перевод, я принципиально не провожу параллель с английским языком, потому что очень много людей английский язык не знают, и поэтому переносит свое знание языка каким-то образом на то, о чем я рассказываю. Это пример словаря. Здесь почти весь словарь синтетического языка, который называется Tokipono. Это словарь, в котором всего 70 кордит, при этом это словарь, который изначально был сделан для того, чтобы быть максимально простым, и он нужен только для того, чтобы выражать собственное происшествие. Зачем это словарь показывает? Там, в самом деле, есть некоторые тонкости. Сейчас я вам эти тонкости покажу. Обратите внимание, что слово муку, которое означает еда, и от времена означает глагол есть, видите, да, оно как бы есть, у него два значения. И есть некоторое слово, которое называется Li, оно означает, что слово, которое стоит рядом с ним, подлежащее. В смысле, что это, на самом деле, как бы просто подлежащее в предложении. Сейчас будет слайд, на котором поехала графика, я не виноват. Пытаюсь его без загадок вам оставить. Это типичный пример, в смысле, того, как используется язык. То есть, у них есть мист униян, я большой человек. Моки или пона, моку пона. Обратите внимание на то, как используется то самое слово Li. Да, селегинки во втором предложении. Когда объясняешь структуру этого языка человек, он понимает его моментально. С компетом, к сожалению, так просто не проходит. Может быть, ну как бы, не знаю, может быть, к счастью. Как строится система автоматического перевода? Для того, чтобы построить систему автоматического перевода, существует два метода. Метод аналитический, это когда люди строят модель языка, придумывают сложное объяснение, почему этот язык устроен именно так, а не иначе. Пытаются придумать какие-то методы для анализа, ну и так далее. Есть метод, который называется статистический. К сожалению, все успешные опыты построения переводчиков, они все статистические. Для того, чтобы построить статистический переводчик, самое главное, что вам нужно, это источник для параллельных документов. То есть документов, в которых написано одно и то же на разных языках, с точностью до предложения. Вам нужны не просто параллельные документы, вам нужно параллельное предложение. Зная, что в предыдущем примере одно предложение и другое предложение означает одно и то же на разных языках, довольно просто сопоставить, где что. При этом сопоставление происходит статистическими методами, без разбора семантики, без разбора, собственно, особенностей языка. Как это обычно работает? Я прошу прощения, просто все как обычно. Презентация всех сбежает. Так вот, понятно, что в случае построения простых случаев, когда здесь есть статистический сувьем, все очень просто. Я большой человек, оно прям переводится один в один, как есть. Там есть некоторые сложности с тем, что, например, в этом языке нет родов. И это некое упрощение. Но, тем не менее, вы же понимаете, что я вам рассказываю простые совершенно вещи. Ох, как все поехало-то. Обратите внимание, тут есть такая тонкость про пары. Если вы вспомните предыдущие слова, которые я вам показывал, предыдущие предложения, которые я вам показывал, там есть такие тонкости, например, есть просто моку, которая означает еда. А вот если после моку встречается тире, то во всех предложениях оно означает есть. Если после моку встречается тире, то это всегда еда. Это, собственно говоря, система, система таких весов, которая построена на н-граммах, то есть на повторяющихся словосочетаниях. Система совершенно банальная, совершенно простая и для взрослого человека, в принципе, довольно легко объяснима. Точно так же происходит с прилагательным, со словом «пона», которое в некоторых ситуациях означает «хорошо», а в некоторых – «хорошее». Правда, схема действительно очень простая. Бывают очень сложные и плохо переносимые, плохо понимаемые с первого раза предложения. Если вам интересно, я могу рассказать, что это значит. Вообще, мне кажется, что это такая довольно очевидная история. Собственно, про комплектное зрение могу вам не рассказывать, могу рассказать, если вам это интересно. Надеюсь, что нет. Интересно. Окей. Сейчас я чуть-чуть попытаюсь это сократить для того, чтобы не останавливаться на каждом сайте. Обратите внимание, что человек, на самом деле, учится видеть с детства. Если человек с детства не учится видеть, то, на самом деле, ему требуется очень много времени, на то, чтобы привыкнуть к ассоциации той информации, которую он получает от зрения с реальными объектами. В процессе обучения зрению, самообучения зрению, то есть очень много разных аспектов. Это и умение выделять конкретные объекты в том, что ты видишь, и умение выделять главную часть из того, что ты видишь. Потому что, если вы обратите внимание, когда вы смотрите куда-то, у вас есть четкое разделение. Вы видите для себя главный объект, а видите некоторые части, которые для вас совершенно второстепенные. На самом деле, с компьютером точно та же самая история, естественно. Это одна из первых картинок, которую люди обычно видят. Она как бы должна символизировать мама, наверное. На самом деле, у маленького ребенка зрения выглядит вот так. Это не мешает ему распознавать маму. Точно та же история с компьютерами. Прямо совершенно один в один. По-моему, довольно близко, да? Разница между аналоговыми цифрами, в общем, невелика в данном конкретном случае. И надо сказать, что здесь тоже вы довольно легко узнаете лицо. Больше того, вы здесь даже узнаете выражение лица. С компьютером точно та же самая история. Почему при разборе изображения используются такие странные разрешения? Дело в том, что даже современные вычислительные машины совершенно не позволяют вам работать, скажем, в реальном режиме времени с картинками большого разрешения. С такими картинками, которые получаются у вас в вашем мозге. Но таких картинок просто в значительно большом разрешении достаточно для того, чтобы распознавать большинство образов. Так, выделение главной части, в общем, на любой картинке для непосвященного, в общем, для меня, по крайней мере, выглядит как магия почти всегда. Тем не менее, давайте себе представим, что у компьютера, ну, да и, в общем, как у большинства из вас, на самом деле стоит задача выделить человека на картинке. Она почти, вот, почти всегда определяется в данном конкретном случае по лицу. Лицо определить на картинке очень легко. Это просто цветовые пятна. Они прямо очень просто, это очень просто. Больше того, если вы обратите внимание, даже после очень сильного упрощения, на этом лице видны глаза, да? Видно направление, куда человек смотрит, по большому счету. То есть, можно себе представить, что он головой повернул в одну сторону, а смотрит в другую. Однако, это довольно редкое событие. Больше того, видно даже некоторые подобные улыбки, которые, в принципе, тоже довольно легко распознаются. Вот еще один пример. Обратите внимание, да? Вот он, в раннее лица. Вот он, после идентизации. После уменьшения разрешения. Точно так же, обратите внимание, что здесь вы, в принципе, косвенно угадываете, куда это лицо смотрит. Несмотря на то, что это разрешение, в общем, в таком разрешении может посчитать даже, наверное, советский калькулятор. И да, здесь видно, что человек не улыбается, обратите внимание. По-моему, с нахождением лица никакой проблемы нет. То есть, по большому счету, задача типовой системы при нахождении лица заключается в том, чтобы найти условно-овальную структуру, на которой есть два темных пятна и ниже находящаяся некоторая кривая. Действительно, она задача совершенно банальная. Современные компьютеры ее решают очень быстро. Там есть гораздо более интересная задача. Например, как отличить одно лицо от другого. Надо сказать, что и человеку, и большинству животных это удается, мягко говоря, не сразу. По этой же причине современные компьютеры, ну да, скажем так, современные компьютеры, отличая одно лицо от другого, могут 7-8 ассоциированных посчитать сходства в рамках примерно 1,5-2 тысяч человек. Вычленить из большой базы, скажем, из 50 тысяч человек, человека, похожего точно на него, довольно сложно уже. Но, по крайней мере, есть сейчас на современном уровне таких систем не знаю. Вторая типичная задача, которую решает, ну, то, о чем мы говорили перед этим, эта история про лица, да. Вторая типичная задача, это, например, распознавание изображений, в изображениях цифр, букв и так далее. То, что называется усердь. Когда мы смотрим на эти цифры так, тут все, в принципе, понятно, да. Разные шрифты, разные наклоны, все по-разному написано. Точно так же упрощают. Еще раз повторюсь, на самом деле, для того, чтобы все это распознавать, вовсе не обязательно обладать максимально. Больше, чтобы иногда это даже вредно. Обратите внимание, насколько, собственно, написание у тройки разное, да, сверху. На самом деле, внизу они довольно сильно похожи. Сейчас я вам объясню, как это выглядит с точки зрения вычислений. Вот одна тройка. Вот вторая тройка. Вот третья тройка. Обратите внимание, что их слил вместе. Я их просто наложил одну картинку на другую. На самом деле, в реальной жизни все чуть сложнее, но в базовом совершенно случае это выглядит так. Накладывая все тройки друг на друга, после этого мы прикладываем к этому вот образцу, заполненному любую другую цифру. И считаем количество точек, в которых произошло пересечение. Если в точно так же упрощенной цифре, которую вы приложили, количество пересечений максимально, в смысле максимально близко к тому, что сейчас на экране, значит, с очень большей вероятностью это тройка. На самом деле, в реальной жизни все чуть сложнее. Почему? Потому что считается не просто количество пересечений, а количество пересечений с пересечениями. Ну, не будем сейчас такая себе углубляться на самом деле. Это совершенно понятная схема. Она совсем-совсем простая. Чуть-чуть, возвращаясь к истории с лицами, на самом деле большая часть компьютеров, большая часть современных систем вычислений, работающих с изображениями, работает, как ни странно, с черно-белым изображением, в смысле не с монохромным, а с одноцветным изображением. Потому что, как вы видите на данной картинке, мне кажется, вам очевидно, да, что цвет был необязательно. А сейчас я вам расскажу, зачем я все это рассказываю. На самом деле, в этом русском мне презентация не нужна. Дело в том, что все эти технологии, а это на самом деле только небольшой пласт, да, верхний сегмент вот этих новых технологий, которые наконец-то оказались востребованными. Этот сегмент дошел до такого уровня, что интернет готовится сделать следующий большой шаг. В предыдущие 30 лет интернет был, в принципе, для всех примерно одинаковым. Как это выглядело? Вы открываете страницу, смотрите на нее, показываете ее, в смысле присылаете ее кому-то другому, он ее открывает, смотрит, там все то же самое. Все люди совершенно для интернета были одинаковые, совершенно равнозначные. И, правда, последние пять лет началось некоторое движение, да, в этой области. Например, людям начали показывать разные рекламные объявления. Как ни странно, реклама и, ну давайте скажем так, взрослая продукция – это две области, в которых технологии применяются быстрее всего. Наверное, потому что там легче всего прибыль. Так вот, в первом приближении, в прошлом 5 лет, это начало действительно выглядеть так. Вы приходите и вам показывают, ну, например, ровно ту рекламу, которая интересна именно вам. Лично, персонально вам. Базируясь, например, на, я не знаю, на том, что вы на этом сайте зарегистрировали и указали свои интересы. И мы знаем про вас, что вас интересуют яхты, поэтому мы в качестве рекламы вам будем показывать яхты и, например, не знаю, кругосветное путешествие. Условно говоря. В чем скачок, к которому мы готовимся, о котором я говорю? Скачок здесь в том, что количество данных и количество новых систем, с которыми мы можем работать, достигло некоторой критической величины, после которой мы в состоянии не просто показать вам некоторую страницу, а показать, так же, как было с рекламным объявлением, страницу, которая интересна лично вам, которая нужна лично вам, персонально вам. Как это в базовом виде может выглядеть? Вы ходите по интернету. Вы постоянно ходите по интернету. И есть огромное количество мест, в которых скапливается информация о том, как вы являетесь себя в интернете. Например, каждый браузер, поверьте, каждый браузер собирает информацию о том, сколько времени вы провели и на какой странице. Вся эта информация скапливается, аккумулируется, аккуратненько укладывается на полочке и до сих пор не используется. Из этой информации можно сделать очень много выводов. Например, о том, что вам на самом деле интересно. Не о том, что вы указали в области интересов социальной сети, потому что там вы чаще всего или недоговариваете, или приукрашиваете. А то, что вам интересно на самом деле. Больше того. На самом деле, в разных браузерах вас интересуют разные вещи. Но, знаете, есть такая интересная технология, которая является некоторым базисом для этого развития. У нас, в смысле, в Яндексе есть такая технология, которая уже та самая история. Мы знаем много про пользователя, поэтому мы можем предположить по его браузеру некоторые его портреты. И в какое-то время мы просто для эксперимента, в качестве игрушки такой, дали людям посмотреть, как этот портрет выглядит. И человек заходил на страницу, а ему говорили, что тебя много интересует вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вообще, наверное, у тебя возраст примерно вот такой-то, доход примерно такой-то, пол у тебя такой-то и рюкзицы красные. Ну, например. И люди удивлялись. Они приходили и говорили, вот смотрите, вот я тут на айпаде у себя на планшете. Здесь написано, что я мужчина 30 лет, а здесь написано, что я женщина 18. В другом браузере. А ничего удивительного. Потому что, оказалось, что на айпаде он читает спортивные новости, новости о автомобилях. Постоянно сидит на каком-то автоклубе и как бы занимается всякими такими производствами вещами. А на компьютере, как оказалось, он смотрит анима. Смотрит техноские лунтики. Ну, просто он же черный фанат. Ну, как бы так у него сложилось. И на самом-то деле, с точки зрения компьютера, это два разных человека. С разными областями интересов. Совершенно разными, никак не связанными. Так вот, представьте себе, что эти методы, методы, позволяющие использовать машинное обучение, а это, собственно, то самое машинное обучение, о котором я вам говорил. Это способ сгруппировать людей, а точнее говоря, способ предположить, как именно человек реагирует на ту или иную страницу, тот или иной контент, ту или иной софтоподачу. Представьте себе, что эти методы начали активно использоваться в интернете. Как это может выглядеть? Вы заходите на страницу, на которой, например, что бы вам такое предложить? Например, вы заходите на страницу обувного магазина. А этот обувной магазин знает, что, на самом деле, до этого вы ходили много и активно ходили по разным сайтам, и больше всего задерживаются в страницах товаров ярких цветов. Красного, желтого, зеленого, прям совсем ярких. А еще он право знает, что вы на прошлой неделе много ходили по интернет-магазинам и выбирали там товары из натурального хлопка. Для меня, как для человека, очевидно, какие товары этому человеку показать. Нужно показать товары ярких цветов и из естественных материалов. Ну, используемые. Для компьютера до недавнего времени это вообще была неочевидная совершенно история, потому что действительно это требовало того самого довольно серьезного машинвернинга, который от больших объемов данных, ну, мягко говоря, работал немножко странно, был подвержен к переобучению и разным таким неприятным эффектам. А теперь нет, теперь можно совершенно легко себе представить. Вы заходите в интернет-магазин, и на первом же месте вам показывается ровно то, что вам интересно. То есть нет ни того же размера, потому что информация размера вот пока не обладает. Хотя, в принципе, теоретически можно себе такое представить. Ну да, вы заходите, а вам показывают те самые красные кожаные сапожки. Прямо вот как надо. Это совершенно банальный пример. Товары, да? И он, на самом деле, не очень интересный. Интересным может быть совершенно другой пример. Например, вы заходите на новостной ресурс, а там... Знаете, почему-то в последнее время люди сверчат и реагируют на мои политические примеры. Давайте, политический пример простой. Вы заходите на новостной ресурс, и человеку, который лоялен текущей, значит, текущей власти будет рассказано о том, что дельфины станцевали перед Владимиром Владимировичем Путиным, а настоящему радикалу, у человека, который против всего, всегда будет подписан заголовок «Дельфинов не кормили, пока они истанцевали перед Путиным». Понимаете эту картину? В этом текст, например, может быть, это не тот же. Ведь для владельца сайта самое важное – чтобы вы купились или купили. Чтобы вы купили товар или заинтересованно прочитали статью и перешли на следующую интересную статью и так далее. Это самое важное для владельца сайта по большому счету. Потому что сайты, ну, честно, не свидетельцы, они в две больших категории. Сайты, которые оказывают услуги, то есть продают вам товар или продают вам услугу, это мне очень важно сейчас. И сайты, которые, по сути, предлагают вам контент, предлагают вам материал, и, главное, задача их сделать так, чтобы вы прочитали как можно больше. Конечно, между ними есть некоторая связь, но это часто не очень играет какую-то роль. Так вот, современные компьютерные системы достигли такого уровня развития, при котором, в принципе, можно предлагать людям совершенно персонализированный интернет. Это совершенно другой уровень, совершенно другая, просто полностью другая ситуация в интернете. Потому что от ресурса, который мы воспринимаем как книгу, как место, куда вы пришли, на этой странице всегда одно и то же написано. Но переходим к совершенно другой эре. К эре, когда вам не нужно тратить бешеное количество времени на подбор, не знаю, нужных вам товаров. Потому что они уже прямо здесь, прямо сейчас. Потому что интернет, в принципе, в конечном итоге, это инструмент. Мы, простите, переходим от палки к палке к саперной лопате, в некотором смысле. То есть до экскаватора нам по-прежнему еще очень далеко. У меня есть довольно сумбурная презентация. Сейчас я вам ее покажу. Она очень практического склада. Тем не менее, она важна для понимания того, насколько все, в общем, насколько все близко и насколько это уже сейчас не фантастика. Эту презентацию я первый раз показывал в 2013 году, в мае 2013 года. Она, на самом деле, для маркетологов. Для людей, которые занимаются рекламой в интернете. Так, куда я все положил? Ну, как обычно. Сейчас, на секундочку. Так вот. Дело в том, что это изменение интернета, скорее всего, приведет к исчерновению некоторых, знаете так, не то, что к исчерновению некоторых живых видов. Нет. Но, возможно, все как обычно. Очень сложно себя больше найти. Видимо, это стоит, да? Прошу прощения за некоторую задержку. Сейчас я разберусь. Все будет хорошо. А как называется предыдущая? Ну, такие вопросы задаются. С подвохом вопросов вообще. Я вот вижу, что она в папочке «Донзула», значит, сейчас его найдем. Можно тоже вопрос? Да. А если есть разные браузеры, например, они не знают разные о нас, то как будет происходить в Динмэйчинг? А никак, не надо. Это не нужно? Сейчас, знаете, у меня есть любимый пример. Подходит ко мне девочка, совершенно девочка у Ларнида. Она, реально, пришла на эту самую конференцию после вот этого доклада. И показала мне странное. «Как же так? Ваша крипта все неправильно делает?» «Потому что…» «Посмотрите на меня». «Посмотрите на меня браузер». Показывает, а там написано, что она мужчина с 28 лет и все такое. Это вот, кажется, история про крипты. Дело в том, что у крипты вполне понятна прикладная задача. Это технология, с помощью которой мы показываем людям рекламу. Я попросил неразрешения и пошел в историю ее браузера. И показал ей наглядно, что если сейчас взять любого человека и сказать ему, «Послушай внимательно, есть пользователь интернета, который в последнее время интересовался рекламными акциями «Мальборо», читал «Спортс.ру», провисел на клубе, ой, я уже не помню, тоже на каком-то автоклубе. Совершенно какое-то нереальное количество времени. У него там основное времяпровождение было. А еще полтора часа втыкал на описание автомобиля БМВ-320. Ну, как бы, неважно. Ну, просто человек был забочен выбором машины. С точки зрения любого человека по истории, это мужчина. И больше того, с точки зрения рекламодателей, этому человеку нужно показывать мужскую рекламу. Реклама, которая подходит на мужчину. У девочки дома, конечно же, совсем другая история. И на домашнем компьютере. И нужно показывать то, что интересно на домашнем компьютере. То есть, на самом деле, ваш браузер, то, что в этом браузере у вас одна история, а в другом другая, всего лишь описывает ваше поведение за этим инструментом. Пользуясь этим инструментом, вас больше всего интересует то, что у вас в истории. Да, значит, смотрите. Презентация содержит некоторое количество интернет-терминологий. В данном каком случае, там, самое, наверное, самое популярное интернет-слово – это «landing page». Что такое «landing page»? Это страница, на которую приходит человек после рекламы. Зачем она нужна? Ну, в типичном случае, знаете, представляете себе, что вы продаете, ну, смотрите выше, например, сапоги. И человек, кликая где-то на баннер или еще каким-то образом попадает к вам на сайт. Конечно же, переводить его просто на страницу интернет-магазина совершенно бессмысленно. Нужно привести его на страницу, например, с самым интересным товарным предложением. Или, например, показать ему, не знаю, огромный совершенно такой сплэш, сегодня скидки 20% только для вас, вы выиграли в лотарею, не знаю, там, миллион долларов. Так вот, понятно, что вообще лендинги, они очень сильно помогают в некотором продвижении. Сейчас я вам расскажу некоторую историю. Первое, что я должен сразу сказать, что эта презентация вообще не про Яндекс. Я очень сильно ассоциирую с Яндексом человек, тем не менее, у меня очень много боковых проектов, которыми я занимаюсь. Наверное, в силу того, что... Ну, не важно. Просто так исторически сложилось. У меня есть хороший знакомый в Америке. Отличный знакомый в Байлине. Он довольно молодой, и он сделал интересный продукт. Это персональная такая система, которая позволяет сделать сайт-визитку. Больше всего это, на самом деле, нужно дизайнерам. Ну, дизайнерам, там, я не знаю, фотохудожникам, еще кому-то. И они... Насколько интересный продукт, что некоторые из них готовы бы даже его покупать. Цена этого продукта была 8 долларов. На самом деле, она не очень высокая для американского рынка, и там понятно, что покупают значительно больше. Когда... Собственно, этот мой товарищ пришел ко мне со словами, а давай ты мне поможешь каким-то образом это дело продавать, а то прям совсем плохо продается. Мы тут посвящались с моими друзьями, а надо сказать, что большая часть моих друзей, в том числе я, мы, в общем, очень технологи, ну, программисты, по честному слову. И поэтому, когда мы сказали, что надо помочь, попродвигать что-то на американский рынок, мы почесали голову и сказали, ну, в Америке мы знаем только одно – Фейсбук. И мы решили, значит, каким-то образом попробовать порекламироваться на этой социальной сети. Первый подход был страшным. Мы, понятное дело, просто сделали рекламную кампанию в Фейсбуке, потратили на это некоторое количество денег, прослезлились, поняли, что примерно 4 тысячи долларов на рекламную кампанию было в общем-то просто на ветер, и стали думать дальше. Понятно, что мы сделали в первую очередь. Мы пролистали некоторое количество умных статей и поняли, что нам нужен тот самый лейдинг-пейдж. Мы, собственно, заказали у дизайнера лейдинг-пейдж, даже там было еще интереснее, мы сказали, нарисуй нам лейдинг-пейдж, нарисовал несколько штук, мы на них посмотрели и сказали, вот этот. Воплотили его в жизнь, и получили уже, ура, некоторые первые продажи из этой рекламной кампании. Ну, тут вы видите, да, что их немного. В общем, честно говоря. Прослезились опять, начали думать. Следующий шаг, он очень банальный. Мы решили, а зачем ограничиваться одной лейдинг-пейдж? Может, мы неудачно лейдинг-пейдж выбрали? Может, надо было что-то другое, да? Мы решили так. Ну, потому что мы не знали, мы сказали, слушай, вот этот разный вариант показывал, а сколько будет все купить? Оказалось, кстати, что купить 3 лейдинг-пейдж стоит на 20% дороже, чем один. То есть, ну, вы понимаете, да, что просто дизайнер типовой рисует несколько все равно этих картинок, чтобы, собственно, покупатель выбрал то, что ему надо. Потому что покупатель, чаще всего, не очень знает, что он хочет, приходит. Собственно говоря, да. Оказалось, что мы действительно выбрали не самую лучшую страницу. Мы разложили их все, показывали случайные страницы случайным людям. К примеру, человек заходит, в данном случае на страницу мы их за тихо лейдингом показываем. Съема очень простая. Пошли немножечко деньги. И тут мы поняли, что так дальше больше его продолжаться не может. И сели за аналитику. Главное средство аналитика это выгружить все данные в Excel. Вначале я не хочу с ними что-то делать. Собственно, так и получилось. Мы начали строить разные интересные графики. И самые интересные графики я вам сейчас покажу. Но сначала я вам задам вот какой вопрос. Смотрите. Будь много, три лейдинг пейджа. Значит, на первом написано... Хорошо вырезалось. На первом написано скриншот, на втором написано видео, на втором написано интерфейс. Интерфейс? Это какой-то... Загадочный мужчина даже. Значит, сейчас вам чуть подробнее их покажу. Смотрите. Тот, который скриншот. Это очень модный лейдинг пейдж. На нем, знаете, такая каруселька то, что называется. Это такие скриншоты из страниц, которые периодически меняются с одной на другую. Ну, такая довольно понятная, банальная история. Обратите внимание, что на этом лейдинг пейдже не врезала кнопка купить. Она оказалась чуть ниже, чем, собственно, на границе экрана. Но это нормально. Это ничего страшного. Вот второй лейдинг пейдж. Он выглядит вот так. Обратите внимание, там в левом углу видео. Это настоящий видеоролик. Кто-то из настоящих фанатов, из дизайнеров, который купил этот продукт. Он сделал вам такой хороший фанатский ролик. Он прямо хороший действительно был. И там было видео. Можно было посмотреть. В общем, все как положено. И внизу кнопочки. Обратите внимание, что кнопочки купить. Наконец-то обрезали экран. И был третий лейдинг пейдж. Я его условно называю интерфейс. Он такой, знаете, совершенно простой. Никакой рефейки здесь нет. Один скриншот, на котором линзами вот так выделены были самые интересные фичи этого продукта. Как вы думаете, какой лучше всех продавал? Ну, честно, почему? Третий. Третий. Последний. Второй. Третий. Последний. В общем, на самом деле, как говорили, все хорошо. Вы статистически угадали. Действительно лучше всех продавал второй и третий. Вот график. Я не знаю, вам его видно хорошо или нет. Сейчас я вам попытаюсь его объяснить. Синий график. Самый, на самом деле, худший по общим показателям. Это самый первый, с криншотом, с каруселькой. Красный график, самый лучший. Это вот тот самый с интерфейсом и линзами. И зеленый, вот тот самый с видео. Он, на самом деле, по суммарным продолжам второй. Так вот. Тут на этом графике есть несколько интересных моментов. В целом, обратите внимание, только что это за график. График очень необычный. В общем, никто из маркетологов этот график никогда не строил. Если бы мы были маркетологами, мы бы никогда до этого не додумались. Это график, количество продаж от времени локального человека. То есть, примерно 100 человек в 12 часов ночи купили этот продукт с от кончета содержащего видео. Логика понятна, да? И примерно 60 человек купили в 23 часа с интерфейса своего скриншота. Такая схема очень простая. На самом деле, удивительно, больше человек маркетологу этого не додумывал. Все не знают ничего. А выбор? Да. Вопрос по лайн-пейджам. Да. Обязательно, чтобы страница входила с разными мониторами или можно сделать и длинную промотку? Ну, можно, конечно, сделать. Да. Можно. Первый, который скриншот был, у них там промотка была. Там нужно было промотать вниз, чтобы увидеть кнопку купить. Но это, на самом деле, не очень важно. В том смысле, что это действительно не принципиально. У любого программиста в этот момент сразу же моментально загорается такая лампочка, становится сразу понятно, что делать. Сейчас я вам расскажу, например, типовые причины, почему вот такой провал был. Я спрашиваю, а что такой провал был в середине? Потому что никто рассказать мне не мог. Как вы думаете, почему примерно с 9-ти, примерно до 7-ти, почти никто не покупает, скажем, с лоник-пэчис видео? В очень день недоступно видео. Да ну прям, ну что, нельзя мониторе видео включить, что ли? Контролируем. Звука нет. А ночью есть. Звука нет. Конечно же, нет звука. Конечно же, в ролике всегда говорится много слов, которые сильно помогают. Когда на работе, то не очень приятно включать звук. Может быть, не очень прилично. У многих наушников нет. Ну и так далее. При этом, собственно, в вечном моменте все хорошо. Да, вот еще два интересных пика на интерфейсе с скриншотами. Говорят, что это очень странные такие пики. Они связаны, давайте скажем так. Это два пика активности людей, которые занимаются управлением персоналом. Никто не понимает, никто не может мне объяснить реально, как вот это произошло. И для меня это как раз история, почему не нужны маркетологи в интернете. Потому что они не могут принести мне вот такие пики доставерных. Если про видео хотя бы как, то заставят на работу. Здесь... Стоит с нами еще, подождите, еще раз скажите, это менеджеры по управлению персоналом? Да. Говорят, что эти пики всегда возникают у продуктов, которые хотя бы иногда покупают менеджеры по управлению персоналом. А вот это внизу шкала, она... Время. Ну, по часам, да? Да, это часы. Пиклы приходят на десять часов? Здесь два пика. Один десять, второй двадцать. И на десять? Восемь вечера, на десять утра? Да. Начало и конец рабочего дня? Нет. Это Америка. Начало рабочего дня там всегда не позднее восьми. И двадцать часов это за пределами рабочего дня. Обычно. И они в этот момент, вот так, обращали внимание на второй данный? Я не понимаю этого данного момента. Я не могу его объяснить. То есть второй это зеленый, а синий? Нет, синий. И то, и другое синий. Ага. Зеленый это видео. Да, да. Ну, а так просто... Да, синий. Нет. А синий это самый первый. Это с вращающейся конселькой. Ну, и понятно, что вот эти уши, они легко объяснимы. Люди вечером очень легко смотрят видео. Это видео всегда продается, как известно. Так вот, любой программист, он как бы моментально приходит к мысли, типа, давайте придумаем какую-нибудь схему, чтобы это все оптимизировать. Ну, и, понятное дело, оптимизировали. Мы начали показывать тот лендинг пейдж, который в это время больше всего продает. Как вы понимаете, вероятность того, что человек попадет именно на этот лендинг пейдж, сильно увеличилась. Ну, и понятно, что результаты стали несколько лучше. Мы сделали шесть разделок раздельных рекламных кампаний. Почему шесть, понимаете, да? Там, в Америке, пять часов поисок. Ну, так. Смесь с отравами. Так вот. И, собственно говоря, приводили людей сразу на правильный лендинг пейдж. Постоянно при этом сакмулируя статистику. Потому что постоянно было ощущение, что что-то мы в статистике не дорабатываем, но надо думать. И примерно на этом этапе мне надоело. Сейчас я вам покажу, какой был результат после того, как мы построили вот этот график по лучшему, который продавал, показывал тот лендинг пейдж, который в этот момент наиболее вероятно приводил в продажу. В этот час. Собственно, обратите внимание, вот там вот серенький график – это самый лучший график, который был с интерфейсом. А красненький – это тот, который получился аккумулированный. Ну, как бы там, простая история. Когда я эту цифру показывал на презентации, там в зале сидело довольно много ребят, которые занимались продажами. И некоторые в этот момент кидали в воздух шапки и кричали, да там мы тоже срочно так будем делать. Подождите, это примерно где-то, где-то примерно 20% смысла я сказал. Потому что на самом деле, ровно в этот момент, когда мы сделали вот эту штуку, я как программист понял, что я так жить не могу. Это был результат ручных экспериментов, который привел к тому, что надо в это время показывать вот этот лендинг, в это время этот, и мы так жить не будем. Потому что количество данных, которые у нас есть, оно просто на порядок больше. Какие данные можно в конечном итоге получить из социальной сети? Да, практически любые. Просто, практически любые. Было бы желание. Нет, на самом деле, на самом деле, Facebook, как и любая социальная сеть, очень заботится о своих данных, поэтому напрямую он вам их не дает. Но, на самом деле, есть способы. Так вот, после того, как я понял, что так дальше жить нельзя, мы начали строить этот алгоритм. Если данных бесконечно много, а при этом количество метрик, в смысле, количество категорий данных, в общем-то, некоторым образом ограничено, теперь вспоминаем мою историю про machine learning, которую я вам рассказывал перед этим. Дальше все совершенно элементарно. Мы построили понятную самообучающуюся машину, которая делает все то же самое, что я вам показывал на примере облачков и солнышек. Мы получаем данные пользователя, показываем ему случайную страницу, а на самом деле не случайную, просто какую-то страницу, какой-то landing page. Проверяем, произошла ли покупка, то есть купил ли человек продукт. Если человек продукт купил, то всем пользователям с этими данными, данные похожими на него, мы с большей вероятностью показываем именно этот landing page. Схема самообучающейся в буквальном смысле. То есть, когда к нам пришла новая категория пользователей, система переобучилась буквально за несколько дней. На самом деле люди принимают решения примерно подобным образом. Просто мы не отдаём себе в этом отчёт. Всё как обычно. Сейчас я вам покажу интересно. Да, собственно использовался метод опорных векторов. Это совершенно такая базовая штука. Она работает примерно так, как я вам рассказывал. Вообще тут никакой глобальной резницы нет. Единственное, что про это можно узнать, что это так называемая система, которая работает с учителем. То есть эта система самообучающаяся, она обучается от каждого положительного события. Например, от покупки. Ну, собственно, обучение происходило от покупки. Понятно, что данные уточнялись с каждым разом и с каждым кликом пользователя. Мы построили такую схему. Понятно, что статистику мы собирали безостановочно. Я, на самом деле, это по большому счёту сказал. Сейчас вам график покажу. Вот такой график у нас получился в конечном итоге. Это, по-моему, если я ничего не путаю, то ли первая, то ли вторая неделя после включения самообучения. Красненькое – это то, что у нас было построено по часам. А зелёное – это то, что я назову покупки с роботом. Это тот момент, когда вы включили систему, которая была обучена на начальных датах. Правда, страшная цифра. Почти плюс 50% продолжится куста. Просто вот так. Никаких усилий. Сейчас вам скажу страшно. Я плохой программист. Нет, страшное не это. Я плохой программист. На программирование этой системы, лично у меня, ушло примерно около 15 часов. То есть, ну давайте, два дня расплябанной работы. То есть, по большому счёту, если бы я это сделал с самого начала, то четыре недели, которые мой товарищ мучился и занимался какой-то ерундовой, тратил свои деньги, не были бы потрачены просто. Ну, в смысле, была бы какая-то польза. Вообще, вот такая цифра у меня есть. За три месяца, за три месяца обучения, недельные продажи просто утроились. Тут надо сказать, конечно, что это не очень честная цифра. Почему? Потому что, конечно же, они утроились в случае того, что мы просто поверили, что эта система работает и дали туда больше трафика. Дали, ну, просто пустили туда больше людей в рамках этой системы. Собственно, примерно вот так. На самом деле, тут, это, пламата, наверное, не очень интересна. Тем не менее, у меня есть очень простая мысль. Можно, если вы пока не узнаете, а вы динамику, в смысле, памяти, там, люди есть такие, которые возвращаются или нет? Это одноразовая покупка. Ну, в смысле, послушать сегодня, или завтра? Да, но мы таких, если честно, не очень учитывали. То есть, я думаю, что количество их в рамках ставок погрешности. Дело в том, что, одну секунду, восемь долларов в Америке – это чаще всего спонтанная покупка. Восемь долларов не очень дорогая штука. Для вашего продукта сарафанная радио не имеет смысла? Конечно, для любого, для любого имеет смысла. Но, может, утрое не было из-за сарафана радио? Нет, нет, нет. Дело в том, что здесь почти только тот трафик, который пришел к нам с рекламной кампанией. То есть, те люди, которые кликнули на рекламу в Фейсбуке, а не те, которые пришли через друзей, знакомых, еще как-то. Ну, если честно, то по-честному в Болжору выносится. Но не бывает такого продукта сарафанная радио. То есть, ну, не бывает настолько, что… Я буду ее создать в этой профессии. Вот у меня теперь есть такая страничка. У меня все хорошо. У них не принято. Как вы с Фейсбук данные получали? А? Как вы с Фейсбук данные получали? Вы вам сколько себе хорошо представляете, как устроен Фейсбук в случае зрения рекламы? Ну, так сказать, я им пользовался. Окей. Значит, смотрите, Фейсбук напрямую никаких данных не отдает, но он позволяет устроить очень узким таргетинг для рекламы. То есть, можно сказать, показывай это рекламное объявление только человеку возраста до 21 до 23, живущему на искос, с интересами такими-то. После этого ты создаешь автоматическим способом 65-80 тысяч узких рекламных кампаний, которые его приводят на отдельный юэрл, на отдельный путь на вашей страничке. И извлекаешь эти данные юэрл. Это может быть не очень честно, но Фейсбуку я об этом рассказал в 2012 году, они с тех пор не читались, поэтому я, честно, об этом всегда рассказываю, и кажется, что это легальный способ. Так вот, на самом деле, конечно же, это пример самый банальный, это пример на уровне лейтинг-бейджа. Но, конечно же, эту штуку нужно внедрять в мирных целях. Я с товарищами этой осенью торжественно объявил, что у Яндекса будет такая своя отдельная программа, которая будет позволять персонализировать ваши страницы. Ну, то есть, можно будет создавать такие штуки автоматически, просто на Яндексе не очень заморачивались. В смысле, на ваших страницах с помощью Яндекса не очень заморачивались. Но понятно, что Яндекс – это всего лишь один игрок на этом рынке будущего. Потому что, ну, просто так сложилось, что у Яндекса прямо сейчас есть данные о большом количестве пользователей и о поведении большого количества браузеров, правильно говорить. И у нас есть хорошая математическая школа, которая позволяет нам сильно лучше, чем на базовом уровне, пользоваться системами машинного обучения. Тем не менее, сейчас это прямо, прямо, ну, это такое будущее, которое уже можно потрогать руками. И скоро, да, знаете, у нас есть довольно популярный в узких кругах Игорь Ишманов, который сказал, это же ужас, вы представляете? Я посылаю ссылку своему другу, он открывает, там вообще все другое. Ребята, оно сейчас так, понимаете? Прямо сейчас это уже происходит. Это уже происходит в самых глупых случаях, например, если вы пошлете друг другу ссылку на, просто ссылку на ВКонтакте, то он туда зайдет и там его контент, а на вашей странице ваш контент. И, на самом деле, нам нужен просто всему интернету, нужен следующий шаг, следующий большой шаг. Нам, на самом деле, типовому человеку не нужно заполнять о себе никакие данные в интернете. Он должен прийти и получить то, что ему нужно. Я вообще просто последние пять лет, в основном, занимаюсь тем, чтобы сделать так, чтобы люди в интернете начали себя чувствовать, ну, льготно, да, комфортно. И все интересные мне, приятные мне вещи из жизни я стараюсь отнести в интернет. И вот я вот, собственно, привид к тому, что я прихожу в магазин, а тетенька в магазине окидывает мне взглядом, предлагает мне ровно такую одежду, которая мне интересна. Ну, потому что, в принципе, понятно, как я делаюсь, да? Больше того, она даже размер определяет. Я бы не хотел, чтобы... А у некоторых людей сейчас есть претензии к тому, что, ну, неприятно, когда твою личную информацию собирают, то есть, неважно, какие-то маркетинговые цели... Понимаете, а ведь, а на самом деле, эти информации не собираются. На самом деле, собирается информация не о вас. Ну, а это хорошо или плохо? А в идейческих? Сейчас, смотрите, к сожалению, Эппин...